Предстоящий год дракона астрологи советуют встречать в нарядах зеленых оттенков. Также стоит обратить внимание на фиолетовые, розовые и красные цвета. Что касается елки, украшения лучше выбирать золотистых и серебряных цветов. Также удачу принесут белые игрушки или гирлянды. А украшаю в этом году бело-красные шары. Но это тренд года дракона, и это очень красиво. Сочетание белым с красным на зеленой елке роскошно. Увидела, что нужно на каждой мандарине подписать, что вы желаете себе и своим гостям. Богатство и повесить. Напишите прям богатство на мандаринке и повесить на елку. Обязательно на елку. На елку, да. Напишите здоровье, любовь, счастье, что хотите. И пусть каждый гость в новогоднюю ночь снимет себе мандаринку с этим пожеланием. В китайской культуре дракон ассоциируется с щедростью, поэтому на праздничный стол лучше всего поставить побольше угощений. Главное блюдо должно быть из мяса или рыбы. Курицу лучше не готовить, она считается символом бедности. Кроме того, в антирейтинге праздничных блюд, салаты и закуски с луком, грибами и перцем. А вот чего должно быть много на столе, так это море продуктов, орехов, зелени, риса и фруктов, особенно красного цвета. Мы каждый год что-то придумываем. Было, что мы торт пикли и по желанию прятали туда маленькие такие игрушечки. Кому-то монетка попадается в кусочки, кому-то там микрофон, кому-то... То есть маленькие такие игрушки и можно как бы разгадывать, что будет с вами в этом году. Что касается подарков, тут по классике. Своим близким и друзьям нужно обязательно вручить фигурку символа Нового года. Небольшой талисман в виде дракона, несомненно, принесет удачу.